От Бишаль Манитивари из Непала. Я последователь Саната Драхмы. И мой вопрос. Почему мусульманские паломники практикуют индуистские обряды? Как бритьё головы, ношение длинной индийской и белой одежды, пост, обход каабы семь раз, использование символа полумесяца индуистского бога Шивы, ориентировка на луну, как это делают индусы для религиозных дней и так далее. Все эти ритуалы были чужды арабам и евреям. Так почему мусульмане следуют за индуистскими ценностями? Это очень важный вопрос. И ответ на него, брат Бишаль Манитивари из Непала, является то, что всемогущий бог послал только одну религию. Чтобы все люди следовали за ней. И эта религия – подчинение вашей воле всемогущему богу. И Аллах, субханаху ва-та'аля, согласно достопочтенному пророку, саляллаху алейхи ва салям, послал 124 тысячи посланников и пророков на эту землю. И было несколько посланий и откровений, которые были неспосланы на этой земле. Но со временем большинство этих посланий и откровений были искажены людьми на протяжении веков. По имени в Коране упомянуто четыре. Таура, Забур, Инджиль и последние и заключительные откровения являются Коран. И было отправлено много пророков и посланников. Было отправлено 124 тысячи посланников, чтобы передать послание всемогущего Аллаха, субханаху ва-та'аля, всему человечеству. И в Священном Коране упоминается 25 по имени. Все эти посланники пришли, чтобы донести основное послание, таухид, то есть монотеизм, верить в одного Аллаха и верить в его заповеди. Теперь вопрос. Почему есть сходство между исламом и индуизмом в определенных обрядах? И вы будете шокированы, узнав, что есть сходство между исламом и всеми основными религиями, будь то христианство, иудаизм и другими религиями. И также я выступал с докладом о сходстве между исламом и индуизмом. Но я не говорил многого об обрядах. И большинство обрядов, которые ты упомянул, я согласен почти со всеми ними, кроме некоторых. Все они схожи с исламом. Но в моем более чем в двухчасовом докладе я говорил о салпах индуизма и ислама. И в своей речи я говорил о том, что индуизм и ислам верят в одного бога. И они верят, что бог один без второго. И обе эти религии верят, что идолопоклонство неправильно. И индуизм и ислам соглашаются, что последний и заключительный посланник, посланный всемогущим богом, это пророк Мохаммад, мир ему. И обе эти религии верят, что если тебе нужно молиться, ты должен делать суджуд, земное поклонение. И также обе религии верят, что употребление алкоголя запрещено. И обе религии верят, что азартные игры запрещены. И так далее, и так далее. Вы можете послушать мою лекцию о сходстве между исламом и индуизмом. То, что ты упомянул, в основном обряды и ритуалы. И обряды, которые ты упомянул, это бритье головы. Я согласен с тобой. Это общее между паломниками-индуистами и мусульманами. Ношение длинной широкой одежды. И он говорит об их храме. Пост. Обход Каабы. Использование символа индуистского лорда Шивы. Это нет. Потому что полумесяц не символ мусульман. Они просто используют его для отличия культуры. Но я согласен с тобой, что большинство обрядов схожи. Потому что Всевышний Аллах послал одну религию. Основы были те же. Позже люди начали добавлять другие вещи от себя. И священные писания были испорчены. И в итоге религия исказилась. Затем Аллах послал последнего и заключительного посланника пророка Мухаммада Мирьему. И послал последнее и заключительное послание, которым является священный Коран. И этот Коран по воле Аллаха не может быть искажен. Он всегда будет в чистом виде. Я всегда ставлю условия, когда говорю с немусульманами. Я говорю, давайте придем к общему слову. Давайте договоримся. Давайте поверим хотя бы в то, что одно писание должно быть Словом Божьим на 100%. Индусы скажут, мы верим, что Веда — это Слово Божье. Христиане скажут, мы верим, что Библия — это Слово Божье. Мусульмане скажут, мы верим, что Коран — это Слово Божье. Тогда давайте хотя бы следовать тому, что схоже в этих священных писаниях. Потому что все мы верим, что наши священные писания — это Слово Бога. Так что если следовать общему во всех священных писаниях, все согласятся, и не будет никаких конфликтов. Так что давайте договоримся хотя бы следовать за общими моментами в этих священных писаниях. В чем мы различаемся, мы всегда можем обсудить завтра. И когда мы обсуждаем и проводим исследования, сравнительные исследования, мы узнаем, что все основные религии в их священных писаниях, будь то священные писания веды, будь то Библия христиан, будь то Тора евреев, будь то Коран мусульман, все эти писания говорят, что есть только один Бог. Все эти писания говорят, что поклонение кому-либо, кроме истинного Бога, является неправильным. И все писания говорят, что поклонение идолам неправильно. И все основные писания упоминают пророка Мухаммада мир ему. И они упоминают, что он последний и заключительный посланник. И все писания говорят, что вы должны делать суджуд, земное поклонение, когда вы молитесь. И все священные писания говорят, что мы должны поститься. И также говорят, что мы должны заниматься благотворительностью. И все писания говорят, что употреблять алкоголь запрещено. И так далее, и так далее. Так что давайте договоримся следовать за тем, что схожи. Так что если есть общие черты, это означает, что все мы согласны. Это тот же Творец, Всемогущий Бог, создавший всех людей. Он источник священных писаний. Но эти священные писания были искажены на протяжении времени, кроме последнего и заключительного откровения Священного Корана. И все откровения, которые были неспосланы посланникам ранее, были предназначены только для этих людей, кроме последнего и заключительного посланника пророка Мухаммада Мирьему. Ему было неспослано откровение для всего человечества. И у меня есть просьба к тебе, брат Бешаль. Проводи больше исследований. Послушай мою лекцию о сходстве ислама и индуизма. И ты узнаешь, что даже индуизм говорит, что нужно подчиняться Всемогущему Богу. И подчинение своей воле Всемогущему Богу, если ты скажешь на арабском, это значит ислам. И человека, который подчинился Всемогущему Богу, на арабском языке называют мусульманин. Поэтому я прошу Аллаха, чтобы он дал тебе хедая, чтобы ты приблизился к Аллаху и принял последнее и заключительное послание Коран и религию ислам.